Здравствуйте, я Татьяна Климина. Это программа «Здесь и сейчас». Здесь и прямо сейчас будем говорить о здоровье, будем говорить сегодня о таком серьезном заболевании, таком жизнеугрожающем состоянии, как инсульт. Самое главное, говорить мы сегодня будем о реабилитации. Поэтому бросайте все свои дела, присоединяйтесь к нашему разговору. Сегодня в программе принимают участие врач-невролог, врач физической реабилитационной медицины, заведующий отделением медицинской реабилитации Центральной городской клинической больницы номер 6, Валентин Баженов. Валентин Александрович, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте. Ну, наверное, если спросить наших телезрителей, что такое инсульт, вам все скажут, что это страшно, это катастрофа сосудистая. Если с точки зрения медицины, вот так вот, знаете, так прицельно и понятно, инсульт, что это? Инсульт – это удар. Удар – острое нарушение мозгового кровообращения, в результате которого человек утрачивает определенные функции. Способность говорить, способность передвигаться, способность изъясняться, способность рассуждать, принимать пищу, глотать. Человек, который переносит инсульт, он становится инвалидом. На сегодняшний день существует определенная социальная реклама. Есть такая программа FAST, Face, Arm, Speech, Time. Лицо, рука, улыбка, речь и время. При первых признаках инсульта человек, прохожий, неважно кто, дети, видящие, что тут происходит не так, необходимо вызвать скорую помощь. Пациента должны доставить в специализированное инсультное отделение. В течение какого времени? У нас есть золотое окно, терапевтическое окно, 4,5 часа. Пациента доставляют, ему вводят специальный препарат, который помогает выжить, но это не все. Вот тут и начинается уже реабилитация. Потому что инсульт инсульту рознь. У кого-то теряется речь, у кого-то теряется способность говорить, кто-то не может даже пошевелить кончиком пальца. И вот тут вступают в свои права реабилитация. Что такое реабилитация? Это восстановление утраченных функций. Раньше были также массажисты, специалисты по лечебной физкультуре, детские логопеды, психотерапевты, психологи, которые разрозненно в каком-то таком несистемном подходе восстанавливали. Да, восстанавливали эти утраченные функции. Но это все было хаотично, несистемно и на самом деле малоэффективно. И вот порядка уже, получается, более 10 лет возникло такое понятие, как медицинская реабилитация. Она имеет три этапа. Первый этап – это специализированное инсультное отделение. Второй этап – специализированное реабилитационное отделение. И третий этап – это этап амбулаторный дневной стационар по медицинской реабилитации. Самым важным и самым главным звеном всего этого процесса является мультидисциплинарная бригада. Бригада реабилитологов. Кто туда входит? А входить туда могут многие. Это медицинский логопед, медицинский психолог, специалист по лечебной физкультуре, физиотерапевт, массажисты, медицинские сестры, родственник пациента. Обязательно. Врач, непосредственно лечащий. Куратором этого всего должен являться специалист по физической реабилитационной медицине. То, чем вы занимаетесь, да? То, чем вы занимаетесь долгие годы. Индивидуальный подход. Вот самое главное правило. Каждый пациент имеет свою строго индивидуальную программу. Не существует какого-то волшебного алгоритма, который можно применить каждому. Не существует какой-то волшебной таблетки, которую можно дать каждому. Не существует специальной процедуры, которая восстановит всякого пациента. Но существует индивидуальный подход и правильно подобранная программа помогает восстановить утраченные функции. В разной степени восстановление происходит. От малого до практически полного восстановления. Опять же, очень сильно влияет помощь родственников. Значимо влияет помощь родственников. Потому что родственники мотивируют своего пациента на восстановление. Как я сказал ранее, да? У нас пациенты могут утрачивать способность мыслить. У них теряется мотивация. Они не понимают происходящую ситуацию. И тут-то включаются родственники. И даже присутствие родного, близкого, человека, который оказался здесь непонятно в какой-то среде. Вот вчера он ходил и разговаривал. И тут щелчок. И он оказывается в больнице, в чужих стенах. Родственники помогают. Скажите мне, пожалуйста, доктор. А вообще, вот если мы говорим про эту мультидисциплинарную бригаду, да? То это каждый пациент проходит через вот эту реабилитацию, которая попадает в больницу. Потому что сейчас по ту сторону экрана вам скажут. Ну вот случилось там у моего родственника такое несчастье. Да, мы попали в больницу. Но нас там немножко подлечили, собственно говоря. И выписали домой. И все остальное это дома. А вы сейчас говорите про целые этапы реабилитации. Существует система маршрутизации. Она определена федеральным законом. Она определена приказом Министерства здравоохранения. Каждый пациент, перенесший инсульт, должен пройти все этапы медицинской реабилитации. Другой момент, что не каждый пациент попадает на эту медицинскую реабилитацию. В силу определенных обстоятельств не существует специализированного отделения. Бывает порой, мы сталкивались тоже с этим, родственники категорически отказываются от того, чтобы их пациент, их родной, близкий человек проходил реабилитацию. Боясь, что в больнице ему будет плохо. Но мы боремся с этим. Но, к сожалению, не все готовы слышать, прислушиваться и довериться. Это же сложно довериться врачам. Особенно у нас сейчас иногда третируется мнение врачей, в том числе и в СМИ. Это вы сейчас камень в нашу город. Нет, это никакого камня в нашу город. Так вот, пациент попал на этап реабилитации. Сначала это второй этап реабилитации, это специализированное отделение, где с ним совершаются определенные, опять же, строго индивидуальные процедуры. Далее он сразу же, не уезжая домой, то есть он переходит в другое специализированное отделение дневного уже стационара, где пациент может либо пребывать на коечке, либо домой уезжать, ночевать. Но при этом он каждый день возвращается в этот специализированный стационар и восстанавливает свою утраченную функцию. Это третий этап, получается? Это и есть уже третий этап реабилитации, дневной стационар. К сожалению, у нас сейчас имеются временные рамки для каждого пациента и для каждого этапа. Это 14 дней. Это определено, опять же, федеральным законом, программой территориальной, ОМС. Хотя этого может не хватать некоторым пациентам. Этого не хватает никому. Я могу сразу сказать, что не хватает никому. И вся проблема заключается в том, что пациенты, не довосстановившись, уезжают домой. И вот все то, что наработано было этой замечательной мультидисциплинарной бригады, в течение какого-то времени сходит на нет. Если дома родственники не понимают всю значимость и важность, и не продолжают заниматься. Если они не продолжают заниматься. А вот амбулаторный этап реабилитации, домашний этап реабилитации, у нас на сегодняшний день, к сожалению, никак не представлен. У нас есть в Сырловской области система телемедицинской реабилитации для пациентов амбулаторного этапа. Но, к сожалению, на сегодняшний день занимается пока возможностей заниматься такой реабилитацией. Есть только у одной клиники, а охват пациентов слишком мал. И возможности, опять же, у пациентов слишком малы. Не всегда могут родственники подключиться по телемедицинской связи. У кого-то просто банально не хватает интернета. Где-то человек живет в какой-то такой деревне, где не очень сложно с интернетом, или связь очень плохая, и так далее. И вот тут-то вступает в свои права такая интересная платформа, к которой мы начали работать последние два года. Это проект Spadis. Есть такой сайт spadis.ru. Значит, это не коммерческая платформа. Это информационный портал. Это информационный портал. На этом портале есть очень много разных тестов, самотестов, примеров упражнений. И самое главное, на этом портале может зарегистрироваться любой пациент, который перенес инсульт, либо его родственник. И вот тут-то он создает для своего родного перенесшего инсульта, либо сам пациент, который перенес инсульт, специальную запись. Дневник. Трекер называется. В этом трекере можно выбрать территориальное присоединение к своему. Найти врача. Да. То есть это очень важно. Он может найти врача, да? Да. С кем посоветоваться, проконсультироваться, написать врачу, задать интересующий вопрос, потому что существует очень масса, большая вопросов. Не везде у нас существуют специалисты по реабилитации неврологов, не везде порой хватает, о чём мы говорим. Комплекс упражнений. Возможно, где-то что-то у пациента не получается. Либо родственник, который выполняет с ним упражнения, у него не получается, нет эффекта. Не может, застопорился с программой. И вот тут они записывают коротенькое видео, присоединяют его на сайт. Специалист физической реабилитации смотрит. И говорит, где у вас что там, да. Рекомендации свои. И все пишут рекомендации. И вот тут опять же идёт дальше следующий этап. И самое главное, пациент может заниматься постоянно. А это второй и основной главный принцип реабилитации. Это длительность. Постоянство, то есть приверженность лечению. Приверженность лечению. Всё правильно. Слушайте, ну, наверное, вот этот вот портал, он ещё осуществляет такую важную социальную роль, как поддержка. Обязательно. Потому что, наверное, группа поддержки. Там может быть такие же пострадавшие, перенёсшие. И их родственники, которые тоже выгорают и устают на каком-то этапе. И психологическое тоже сопровождение, наверное, какое-то есть, да? Там есть два вида сопровождения. В том числе психологическое и юридическое. Пациентам и их родственникам помогают бесплатно получить технические средства реабилитации. Там есть адреса, телефоны. Очень сложно. Вот если даже попробуйте сейчас найти адрес или телефон территориальной службы социальной защиты. Да, кажется, что это дело непростое. Для человека, который особенно далёк от интернета. А тем более, если вы не знаете, а что вообще мы можем получить, у нас на самом деле государство очень социально направлено. Оно социализировано. Просто, ну, к сожалению... Реклама этого немного, понимаете? То есть вот реклама того, да, да, люди не знают. А когда... Не знают. А там уже это предметно всё. Всё предметно, всё чётко по пунктам. Есть модные нынче так теги. Очень просто можно в поиске ввести любое слово. Тебе выдаст очень много тем разных, начиная от того, что есть лекарственная профилактика, почему её нужно принимать. Ведь у нас люди тоже боятся принимать препараты, берегут свою печень. Да. Вот. Не берегут здоровье, не берегут свой мозг, сердце. Ну, главное, чтобы печень была. Берегут печень, да. Тем не менее, да. Опять же, я говорю, адресная привязка, социальная поддержка, общение между, может быть, соответственно, пациентами. Они делятся опытом. Они делятся опытом. И есть такой момент, ну, знаете, да, в социальных сетях, не будем называть их, да, есть понятие лайков. Есть такое. Да, есть такое. А там есть такое понятие достигнутые цели. У меня получилось. Да. У меня получилось сделать первый шаг. Я, наконец, взял ручку, я что-то написал, а кто-то говорит, а мне удалось сегодня почистить зубы самостоятельно. А это мотивация. Других. Других. Представляете, вот пациент, который не может почистить зубы, читает, я три месяца занимался, учился брать зубную щетку, относить ее к полостерцам. И сегодня это случилось. И сегодня это сделал. Кто-то думает, а я всего лишь три раза попробовал. Так у меня еще... Есть возможность, еще впереди, да, есть одно количество. Да, да, так что. Вот очень важно, доктор, давайте еще раз. Мы сегодня говорим не о лечении, даже не о диагностике, хотя вы сказали первые симптоматики, первые симптомы, что нужно делать. Главное, вовремя, вот в этот золотой час, четыре часа с половиной, да, доставить человека в больницу, желательно в специализированное отделение. За помощью реабилитации начинается буквально с первых минут. Мы сегодня говорим про реабилитацию. Это очень и очень важно. Вот еще раз хочу, чтобы вы сакцентировали внимание наших телезрителей, потому что у кого-то есть такое мнение. Но если инсульт случился, ну это приговор, вот жизнь человека там, да, разделилась на до и после. Уж если он произошел, ну там уж как, извините, как уж получится дожить. Да, если поражение было не очень велико, может что-то его становится. А если оно серьезное было, он вот лежачий, мы его привезли, что вы хотите, что мы тут можем сделать. Вот еще раз хочу, чтобы вы сказали о значении и важности реабилитации. Никогда не поздно бороться за человека, да? Вы знаете, наверное, лучшим мотиватором будет пример. Люди думают о том, что, ну, возраст, да, ну, возраст уже свое пожил. Я всегда говорю всем родственникам, которые начинают заводить данную песню, примером, у нас была бабушка 98 лет. Она приехала абсолютно лежачей. Она ушла своими ногами. Сказав, спасибо. Тяга к жизни, желание, вот что самое главное. Бросать нельзя. Нельзя бросать заниматься, восстанавливаться. Нельзя бросать своих родственников. Да, тяжело. Да, непросто. Но мы все, к сожалению, и можем заболеть, и можем быть подвержены другим катаклизмам. Ну, надо жить, надо развиваться, надо стремиться. Надо бороться, да? Надо бороться. Бороться искать, найти, не сдаваться. Мы еще раз давайте напомним нашим всем телезрителям, кто только сейчас подключился, о том информационном сайте, информационном портале, социальном проекте, который поможет вам, когда вы уже выписались, казалось бы, прошли все реабилитационные этапы в медицинском учреждении, выписались домой, но понимаете, что вам нужно, вы сами сказали, это длительность, это продолжительность, это приверженность. Да, вам нужно системно продолжать заниматься, а иногда руки опускаются, и не знаешь, куда и что. И вот есть такой замечательный сайт социальный, абсолютно социальный сайт, некоммерческая структура, куда можно... Портал называется Spadis. В любом поисковике... Spadis.ru, да? S. Spadis.ru. Забивайте. Забивайте, регистрируйтесь. Можете найти своего врача, можете задать вопрос. Можно задать вопросы, можно подобрать себе комплекс упражнений, можно провести самотестирование, можно найти реабилитационную клинику, куда можно обратиться. То есть можно все? Если желать. Можно все? Это классная поддержка. По всей стране, самое главное, вся страна. Вся страна как на ладони. То есть все врачи от, я не знаю, Калининграда до Мурманска готовы будут оказать вам какую-то помощь, какую-то поддержку. Ну а теперь в завершении, да, чтобы мы никогда не стали вашими пациентами, ну, как говорится, все мы под Богом ходим, но всегда хочется, чтобы доктор, несколько таких рекомендательных советов, а как себя любимого беречь. Вот глядя на вас, уже понимая, что надо правильно питаться, вести здоровое у вас в жизни, много двигаться, да? 9 тысяч шагов, 8 часов сна и так далее. И все, и здоровье обеспечено. Конечно. Здоровое питание, отказ от курения, двигаться, двигаться, еще раз двигаться. Изредка алкоголь. Вы знаете, я когда был во Франции на конгрессе, у нас в России отношение к алкоголю, ну, такое, двоякое, да? Я видел, опять же, преклонного возраста женщину, ну, наверное, лет 80, с клюшечкой, которая ходила с опорой, видно, что она перенесла инсульт. Она сидела в ресторане, пила хорошее Бордо. А далее очень резво забралась в такси и поехала в оперу. Вот и нам так. Вот и нам так. Все в меру. Все в меру и стремится жить. Вот это очень важно. Спасибо, что сегодня пришли в нашу программу, спасибо вам. А я напомню, сегодня мы говорили на очень важную тему, мы говорили сегодня о реабилитации такого серьезного заболевания, как инсульт. Будьте здоровы, всем самого доброго и до свидания.